Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 89 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим видео и я пытаюсь найти на них ответы. Сегодня в программе. Что происходит между Хазал Субаши и Рызой Коджалу? Правда ли, что Анер Эркан уходит из Чукура? Разводится ли Ибрагим Челеколь со своей супругой? Есть ли новые проекты Ушикру Озъелдыза, Седы Бакан, Сечкина Аздемира, Барыша Фалая? Правда ли, что Баран Кузум и Альперен Дуймаз будут сниматься в сериале Барбароса и многое другое? Итак, мы начинаем. Вопрос. Есть ли новые проекты у Сирен Ширинджи? В настоящее время новых проектов у Сирен нет и не будет. Поскольку ее приняли в очень известную актерскую студию в Нью-Йорке, она уже об этом сама сообщила, поделилась радостью. Естественно, сейчас карантин, придется немного подождать, но как только появится такая возможность, она отправится в Нью-Йорк и будет учиться в этой студии. Кстати, эту студию, например, закончил Роберт Де Ниро. Так что нет, пока у нее работы новой не будет, но я надеюсь, что после окончания учебы у нее появится хороший шанс показать себя как актриса. Вопрос. Правда ли, что Кыванч Татлы Ту и Берен Саат сыграют в новом фильме Netflix вместе? Такие слуги появляются каждый год. Кыванч, Берен, Чаатай, Хазал, Туба, Мурат и так далее. Есть несколько пар, которые всегда хотели бы видеть зрители. Но пока ничего такого нет. Единственное, что есть на самом деле, это компания OGM Pictures, в которой работают сейчас и Кыванч, и Берен. Действительно, они работают в одной компании, и эта компания работает на Netflix. Но проекты у них разные. Может быть, в будущем они и смогут работать вместе, но пока ничего такого в проектах, во всяком случае, нет. Вопрос. Правда ли, что Эртурула нет в Османе, потому что продюсер не заплатил Энгину Алтану Дюзиатану, сколько он хотел? Нет, конечно, это полная чушь. Основание Осман до последнего времени имел наибольший бюджет в истории Турдизи. Сейчас его будет опережать Барбарос, но это еще, так сказать, только в планах. Так что это самый дорогой в производстве сериал, и денег у продюсеров вполне хватает не только на Энгина Алтана Дюзиатана, но и на других известных актеров. Дело в том, что сериал Основание Осман называется Основание Осман. Если вы обратили внимание, главный герой там Осман. И приглашать второго главного героя, Эртурула, уже не имеет никакого смысла, не стоит оттягивать внимание зрителей. Действительно, в сериале нет Энгина Алтана Дюзиатана, но по простой причине таково решение стратегического продюсера. Если бы продюсер считал по-другому, он бы нашел деньги и пригласил без проблем. Вопрос. Имел ли успех сериал Любовь 101? Сериал Любовь 101 пользовался спросом, скажем так, у молодежной аудитории в Турции и аудитории молодежной, которая любит турецкие сериалы. Но вот у общей аудитории Netflix, которая просто смотрит молодежные сериалы, он особого интереса не вызвал и сейчас уже опустился ниже, например, чем сериал Дар. А Дар, кстати, тоже не вызвал особого энтузиазма в мире. Но это не провал. Не заблуждайтесь. Если сериал идет хорошо, нормально, скажем так, то его продляют на следующий сезон без проблем. Но это не фурор, не супер успех, не что-то такое, о чем говорят во всем мире, о чем пишут в центральных газетах, New York Times и так далее. Нет, такого не было, но сериал прошел, в принципе, неплохо. Заказали второй сезон и второй сезон выйдет в следующем году. Даже говорили, что вот в январе уже выйдет, но на самом деле еще снимать не начали. Если не начали снимать, о каких сроках вообще идет речь? Вопрос. Вы говорили, что турецкие продюсеры не повторяют пары. Я не понимаю, почему повторили пару Джан Яман и Азгей Гюрель. Боюсь, что ответ на этот вопрос не очень понравится поклонникам Джана Ямана. Но раз уж я привыкла говорить правду, то придется сказать эту правду и на этот раз. Просто потому, что другая актриса работать с ним не согласилась. Джан сказал лишнее, откровенно скажем. Он рассказал о химии между партнерами, но употребил очень неправильное выражение, что у партнеров должно быть либидо, что в Турции восприняли, как переспать друг с другом. Это очень грубо вышло. И, естественно, любую актрису, которая будет с ним сниматься в дальнейшем, всегда будут спрашивать, а не спала ли ты с ним? То есть это не очень приятно. И любая актриса, даже если он ничего плохого и не имел в виду, всегда подумает, а зачем мне это нужно? Конечно, актриса попроще, не такая популярная. Она согласится, ей деваться, в общем-то, некуда. Но Джан не последний человек в турецком шоу-бизнесе. И, естественно, продюсер думает о том, чтобы пригласить более-менее серьезную звезду ему в пару. Возникла проблема. Ни одна из серьезных звезд с ним работать не захотела. И пришлось брать Азге. Во-первых, потому что она с ним уже работала, и у них прекрасные личные отношения дружеские. Она не стала возражать. Во-вторых, у Азге очень долгая, крепкая связь с Серканом Чайолу. И никто не заподозрит, что она вдруг пошла с Жаном куда-то. Это невозможно. У нее слишком хорошая репутация. И именно поэтому решили поставить опять на Азге, которая достаточно популярна и в Турции, и за границей. В следующий раз, если, например, сериал выстрелит, все будет в порядке, действительно будет попроще с партнершей, и уже не так будут бояться актрисы с ним работать. Но пока пришлось сделать именно такой выбор, потому что другого варианта просто не было у продюсера. Вопрос. Правда ли, что Баран Кузум и Альперен Дуймас будут сниматься в сериале Барбарусса? Такие слухи действительно ходят. Но не подтвердить, не опровергнуть эту информацию я пока не могу, поскольку официальной информации никакой нет. За исключением того, что в сериале будет сниматься Чаотайо Лусури. Это самый большой сериал в истории Турдизи по затратам. Собственно, все, что мы пока об этом знаем. Ну и то, что будут снимать режиссеры, которые снимали Великолепный век. Что известно из истории? И, скорее всего, историческую часть они оставят так, как есть. Было четыре брата Рейса. На самом деле их звали сначала не Барбароса, а Рейсой. Это Ильяс, Исхак, Оруч и Хызыр. Ильяс и Исхак достаточно рано погибли. Оруч превратился в Оруджа Барбаросу. Ему дали это имя Барбароса. И затем, когда он погиб, имя взял младший брат Хызыр. Сначала он был Хызыром Барбароса, а затем султан Селим в знак особых заслуг сделал его Хайредином. То есть угодным Аллаху. Поэтому Хайредин Барбароса остался в истории под этим именем. Хотя его на самом деле звали Хызыр Рейс. Видимо, решили сделать так же, как и в Артуруле. То есть показать этапы большого пути. Сначала сделать историю Оруча, потом сделать историю Хызыра Хайредина. Но, скорее всего, в эту историю будут включены и братья. То есть два брата, которые хоть рано и погибли, но все равно они в истории тоже остались. Так что надо будет и четырех братьев. Один из четырех братьев Чаатай Лусой. Нужно еще троих. Плюс нужно еще и команду, которая будет, собственно, вокруг этих братьев. Такая своеобразная мушкетерская история. Четыре мушкетера и их гвардия пиратская. Так что достаточно много нужно будет актеров. Причем актеров очень хороших звезд. Нам так и обещали, что будет несколько очень больших звезд молодых в этой истории. То есть и Баран, и Альперин могут принять участие в сериале. Этому, в общем-то, ничего не помешает, если с ними договорятся. Действительно, есть намеки на то, что сейчас ведутся переговоры с Бараном. И, может быть, договорятся с ним. Но насчет Альперина пока никакой информации вообще нет. За исключением того, что поклонники хотят видеть его пиратом. Может быть, и сбудется, но пока ничего конкретного я вам сказать по этому поводу не могу. Посмотрим. Вопрос. Правда ли, что Хазал Субашир осталась с Резуйку Джаалу? Нет, неправда. Эту информацию опровергла сама Хазал. Ее поймали недавно на улицах Стамбула. Она заходила в аптеку. Аллергия случилась. Брала лекарства. И заодно ее спросили, что у вас произошло с Резой. Вы поругались или что? Она сказала, что у нас все в порядке. Я действительно повысила тон, но не на Резу. Я говорила по телефону. Так что все у них нормально. Никаких проблем нет. Они по-прежнему вместе. Несмотря на то, что я знаю, многие поклонники не очень любят Резу и не хотят его видеть рядом с Хазал. Но давайте принимать вещи такими, какими они есть на самом деле. Это ее выбор, это ее жизнь. И жить она будет без ваших подсказок. Так что давайте уважать актрису и ее выбор. Вопрос. Правда ли, что Аниер Эркан уйдет из Чукура? Действительно, такие слухи поползли. Вообще, слухи о том, что в Чукуре в четвертом сезоне будет очень много смертей важных персонажей, я говорила еще на прошлой неделе. И вот один из таких слухов о том, что Аниер Эркан действительно уходит из сериала. То есть Селима Качавалы убьют буквально в первых сериях. Может быть даже в первой. И затем его сын будет мстить за нему. А уж кому он будет мстить, это мы увидим все вместе. Вопрос. Правда ли, что Ибрагим Челикуль разводится с женой? Нет, не правда. У них маленький ребенок, у них прекрасная семья. Они поехали отдыхать на море вместе. И никаких причин для того, чтобы он сразводился со своей женой нет. Я знаю, что поклонники многие недолюбливают ее. Но это, по-моему, общая беда для всех турецких актеров. Их половинки обязательно кто-то недолюбливает. Фуркан Андыч звезда или суперзвезда? Очень часто задают вопрос, является ли тот или иной актер суперзвездой. Но на самом деле, я говорила в предыдущих выпусках, суперзвезд в Турции буквально на пальцах одной руки. Ну, может быть, двух, но не больше. Поэтому каждый ваш любимый актер не может попасть в список суперзвезд. Это достаточно сложно. Фуркана Андыча знают, он хороший актер. Но таких уж суперпопулярных проектов у него нет. Назвать его звездой? Да, скорее всего, он звезда. Но он, к сожалению, застрял в летних сериалах, которые не пользуются большим спросом у турецкого зрителя. Если он и дальше будет продолжать работать в этих летних сериалах, то вряд ли он станет звездой полноценной. Время уходит. Ему обязательно нужен проект серьезный, который может дать ему статус уже нормальной полноценной звезды. Иначе он станет одним из множества актеров, которые в Турдизе работают на постоянной основе и потом перейдет в статус дядюшек-отцов будет играть возрастные персонажи. Вопрос. Есть ли новые проекты у Мехмета Минсура? Мехмед Минсур будет сниматься в третьем сезоне сериала «Дар». К сожалению, пока съемки приостановлены из-за эпидемии. Но я думаю, в ближайшее время они уже возобновятся. Других проектов у него пока нет. Но он живет в Италии, он не живет в Турции. В Италии его жена, его дети, он отец семейства. И там он работает в театре. Может быть, он вернется в Турдизе, если будет какой-то очень хороший проект. Но пока никаких предложений я не слышала по этому поводу. И к тому же ему достаточно сложно летать постоянно в Италию и обратно. Он летал, когда работал в Турции, снимался в сериалах. Он летал каждые выходные туда. То есть он больше времени проводил в самолетах, чем на земле. И это достаточно сложно, естественно, для человека, который, в общем-то, уже не мальчик. Несмотря на то, что он очень хорошо выглядит. Вопрос. Будет ли второй сезон сериала «Чудесный доктор» и когда? Сериал «Чудесный доктор» до начала кризиса был самым рейтинговым сериалом в эфире турецком. Поэтому, естественно, продолжение будет. Можете даже в этом не сомневаться. Но поскольку они снимали в больнице, то они закончили снимать первыми. И пока не наладится эпидемиологическая обстановка в Турции, пока не разрешат съемки в больнице, им придется подождать, естественно. Скорее всего, съемки возобновятся в августе. И на экраны сериал «Второй сезон» выйдет в сентябре. Но это в лучшем случае. Если, конечно, ситуация не наладится, то придется ждать дальше. Но в любом случае продолжение обязательно будет. Вопрос. Сколько серий будет в сериале «Жестокий Стамбул»? 39 серий. Первоначально планировали сделать 40 серий и даже пойти на следующий сезон. Но, к сожалению, турецкий зритель сериал «Новые серии» смотреть отказался. Что сыграло роль, я не могу сказать. То ли зрители просто отвыкли от сидения перед экранами, то ли они захотели подышать свежим воздухом после того, как им разрешили это сделать, и им не хочется сидеть перед экранами. Но, в общем-то, результаты один. Рейтинг сериала рухнул очень сильно. Это самый худший результат за все время. И, естественно, с такими результатами на следующий сезон не пойдешь. Поэтому решили завершить сериал на 39 серии. Вопрос Есть ли новый проект у Керема Алышика? Нет, и в ближайшее время не будет. Поскольку съемки сериала «Однажды Чукурава» будут продолжены, будет следующий сезон, и он продолжит там работать. Вопрос Где Юсуф Чим? Когда мы его снова увидим на экранах? Юсуфу Чиму не повезло, у него несколько сериалов оказались непопулярными. И в таком случае продюсеры предпочитают не рисковать и просто актера не брать на главные роли. А на второстепенные, вероятно, он и сам не хочет идти. В результате он остался без работы, и когда мы его увидим снова, я не знаю. Вопрос Есть ли новый проект у Барыша Фалая? В прошлом выпуске я уже говорила о том, что намекали на то, что проект будет. И вот, наконец-то, объявили о том, что он будет сниматься в новом сериале «Айя Пым». Звоните моему агенту. Про этот сериал я уже рассказывала, отдельное видео делала. Если вам интересно, посмотрите в группе. Я сериал очень жду, честно говоря. Мне очень нравится сама идея от того, что будет рассказана обратная сторона, шоу-бизнеса турецкого. Сюжет основан на том, что крутое актерское агентство ищет работу для своих клиентов. Причем в клиентах будут самые большие звезды. В французском варианте, который лег в основе этого ремейка турецкого, там действительно самые большие звезды играли. Там играл лауреат премии «Оскар» Джан Ду Жардан, там играла Моника Белуччи, там играла Король Быке. То есть там весь цвет французского бомонда был. Я надеюсь, что в турецкой версии будет то же самое, тем более, что у «Айя Пым» снимаются самые большие турецкие звезды. Халит Эргенч, Бергюзар Карель, Араз Болу Тейнемли, Азан Гювен, Нурфи Таалу, Аслы Энбер и так далее. То есть они могут пригласить действительно актеров, которые действительно будут звездами. И вот эти звезды будут клиентами этого агентства. Барыш Фалай играет главу агентства, который лавирует между своей бывшей любовницей, настоящей любовницей, женой, незаконным ребенком, сыном законным, который влюбляется в его незаконную дочь, а он как-то должен разрулить эту проблему. В общем, это будет такая трагикомедия, в которой будет показана и изнанка турецкого шоу-бизнеса. Это будет достаточно интересно, и я сериал жду с большим нетерпением. Наконец-то Барыш возвращается, это один из моих любимых актеров. Так что посмотрим, что получится. Обещали уже начать съемки в ближайшее время. Когда выйдет сериал, я сказать не могу. Но сначала говорили, что будет летний сезон, затем осенний, потом опять сказали летний. То есть, видимо, они сами не решили, когда они его выпустят. Но я надеюсь, что скоро мы уже увидим сериал в эфире. Вопрос. Что слышно о сериале «Птица Феникс»? Съемки сериала стартуют 1 июля, но я не думаю, что в этом сезоне еще выпустят серии. Это было бы не очень разумно, поскольку летом рейтинги всегда падают. А для них, естественно, важнее всего это рейтинг, то есть рекламодатели. Я думаю, они начнут съемки, сделают много запасных серий на случай второй волны вируса и выйдут в эфир в сентябре. Но это только мое предположение. Может быть, они все-таки закончат. Одну серию выпустят в финал сезона. Но пока ничего прогнозировать я не могу. Вопрос. Есть ли новый проект у Седы Бакан? Седа Бакан родила девочку год назад. Малышка подросла, и теперь она может приступить к работе. У нее действительно есть новый сериал, который называется «Их печали и в радости». И снимать этот сериал будет компания «Утри Медиа». Он предназначен для телеканала Стар ТВ. Вопрос. Что вы думаете насчет сериала с Дилан Чичек Денис и Бураком Денизом? Станет ли он достойным? Я понимаю, что поклонники актеров всегда считают, что их любимый актер будет сниматься только в популярных сериалах, и у него проколов быть не может. Но на самом деле это не так. Самый гениальнейший актер ничего не может сделать, если не будет нормального сценария, нормального режиссера, нормальных партнеров и так далее. То есть это командная работа. Поэтому нужно смотреть в комплексе, что из себя представляет команда сериала. Пока для меня лично вариант достаточно интересный. Тим Зенби – одна из крупнейших компаний на рынке, и они прекрасные сериалы делают. Эдхем Азишик – очень известный, очень хороший сценарист, но он пишет сценарии достаточно жестких мужских сериалов. Сможет ли он прописать хорошую историю любви? Я не совсем уверена. Более того, у меня вызывают некоторые сомнения. Тема, которая взята в основу этого сериала – «Переселение душ». На самом деле для мусульманской культуры это не характерная тема. Турки с ней обращаться не могут. Если бы это был индийский сериал, вопросов нет. У индийцев в каждом первом сериале обязательно кто-нибудь переселяется куда-то в чужое тело. И с этим проблем нет. Это их культура. Но в исламской культуре такого нет. Поэтому как он пропишет, сможет ли он это сделать, это вызывает у меня наибольшее сомнение. Все остальное вполне прилично. И режиссер, и продюсерская компания. И единственное, что утешает, что это все равно будет интернет-проект. То есть, если он не выстрелит, все равно это небольшое количество серий. И оно не будет зависеть от рейтингов, что главное. Так что посмотрим, что получится. Конечно, рискуют они достаточно сильно. Вопрос. Есть ли новый проект Усичкина Азди Мира? Нет, и похоже не будет, поскольку Усичкин решил взять перерыв. Он уже устал от провалов, все его сериалы последние провалились и решил поработать в театре пока, а дальше уже будет видно. Вопрос. Есть ли новый проект Усичкин Крюоза Елдыза? Да, есть. Объявили на прошлой неделе. Это сериал телекомпании НТС Медиа. И он называется Нападение. Или Нападающий. По-разному переводят пока. Пока нам заявили, что это будет история супергероя. Я не совсем поняла, что такое история супергероя на турецком телевидении. Все-таки одно дело интернет-проект типа Нетфликс-защитник, поскольку он рассчитан на международную аудиторию, а другое дело супергерой турецкий. Как это будет? Примет ли аудитория фантастический сюжет? Может быть, это будет не фантастический сюжет, может быть, это просто очень хороший полицейский будет. Я не совсем поняла, о чем там речь идет. Но во всяком случае объявили, что и будет именно супергерой, которого зовут Фатих. Также в сериале занята Дерен Талум. Это молодая девочка, которая еще не снималась в сериалах, но она достаточно известна, поскольку она является дочерью Дефне Самьели. Дефне Самьели – это бывшая возлюбленная Джема Элмаза, который ушел от нее к Серенай Сарикая. Дефне училась на актрису, она играла в фильме. К сожалению, фильм не вышел в прокаты из-за коронавируса, но надеемся, что он выйдет. И теперь она будет играть в сериале. Не знаю, будет ли она партнершей Щукру Озилдиза, или найдут кого-то другого, посерьезнее, поопытнее, но во всяком случае, то, что она в касте – это точно. Вопрос. Правда ли, что сериал Рамо закрыли, потому что компания обанкротилась? Нет, неправда. Действительно, пошли слухи о том, что у компании большие проблемы с выплатой зарплаты. Она не выплатила деньги своим сотрудникам. Но, по уверению достаточно знающих людей, это все слухи-сплетни. Они не имеют под собой основания. Сериал перенесли в Стамбул, будут снимать место Аданы в Стамбуле, только потому, что есть угроза второй волны коронавируса. И если она пройдет, то действительно снимать в Адане будет невозможно. Лучше все-таки постраховаться. То есть, все слухи о том, что компания вот-вот обанкротится – нет. Тем более, что компания достаточно крупная. То, что они новички на сериальном рынке – это да. Но они работают очень давно. Это компания Илмаза Эрдоана. Он очень известный режиссер, продюсер, актер. Они делали очень известные фильмы. Например, последний фильм был как раз «Полет на ковре самолете» с Иванчем Татлытуом. Они продюсируют мюзиклы. Мюзикл серии «Найсеры Каяк» как раз они продюсируют. То есть, это не та компания, которая может разориться в одну секунду только потому, что остановилась работа на 2-3 месяца. Такого нет. Вопрос. Правда ли, что Кыванч Татлыту и Тубаби Юкистун снимутся в сериале «Нетфликс»? Нет. Это информация, которая прошла на арабских аккаунтах, в социальных сетях, но она не соответствует действительности. Дело в том, что Кыванч Татлыту будет сниматься действительно в сериале для интернет-платформы. Он не сказал, для какой именно, но все понимают, что речь идет именно о Нетфликс. И он будет работать с компанией «Ок Медиа» и ее главным продюсером «Ануром Ювенатамом». Что касается Тубаби Юкистун, то ходили слухи, только слухи. Я повторяю, что это не точная информация о том, что ее вроде бы приглашали работать в сериале «Фатьма». Это сериал о серийной убийце, женщине, который действительно готовит Нетфликс. Но его готовит другой продюсер, Башак Абаджигиль. И это очень женская история. Вряд ли Кыванч, даже если вдруг предположить, что он не будет работать с Ювенатамом и пойдет в другой сериал, вряд ли он согласится играть именно в женской истории, поскольку там мужской персонаж придет и уйдет. То есть история начинается с того, что муж выходит из тюрьмы и пропадает. И женщина, которая начинает разыскивать своего любимого мужа, по ходу этих розысков убивает нескольких людей. Собственно, все. Муж появляется только в самом начале и вряд ли такая роль удовлетворит Кыванча. Я не думаю. Вопрос. Почему перед серией обязательно показывать азет предыдущей? Мне кажется, что люди и так пересматривают по тысячу раз любимые сериалы. Или это как-то связано с рейтингами? На самом деле, далеко не все помешаны на сериалах. Да, они вечером смотрят телевизор. И если они попадают на сериал, который их заинтересовал, они его будут смотреть до конца. Но это не значит, что в следующий раз они будут обязательно усаживаться в это самое время перед телевизором, чтобы посмотреть, что там дальше произошло. Возможно, в следующий раз они пойдут в кафе или посидят с друзьями где-то. Но все равно продолжат просмотр. После. И вот для таких людей, которые не очень как бы заинтересованы в сериале, но все равно его смотрят, и предназначены азеты. Если ты что-то пропустил в предыдущей серии, то тебе кратко расскажут, о чем идет речь. Что касается рейтингов, то, как правило, если не показывают азет, то рейтинги меньше у основной серии. Это закономерность. Если серия выходит без азета, значит, эта серия будет ниже в рейтингах. Таким образом, показ азета действительно влияет положительно на рейтинги основной серии. И это давно замечено. Вопрос. Правда ли, что Перихан-Саваш выдали замуж в 13 лет? Да, правда. Действительно, об этом рассказала сама актриса. Ее выдали замуж в 13 лет за мужчину, который был на 7 лет ее старше, то есть 20-летнего парня. Но, естественно, из этого брака ничего хорошего не получилось, и они развелись. Затем она еще два раза выходила замуж. Первый раз получалось не очень удачно. К сожалению, муж оказался с кулаками. А второй раз она вышла замуж по большой любви. Они прожили вместе 8 лет. Но, к сожалению, муж умер, и с тех пор она замуж больше не выходила, и до сих пор очень скучает о нем. Буквально недавно развестила небольшое фото с ним, и написала, что она очень до сих пор скучает по своему мужчине. До сих пор его очень любит. Вопрос. Почему актеры из сериала «Однажды в Чукурова» так и не стали суперзвездами? Суперзвезда в Турции – это не только суперхиты. Это еще и личная харизма, личное обаяние и очень много факторов, которые влияют на то, что человека действительно начинают любить просто за то, что он есть. Поскольку суперзвезды для турков – это нечто большее, чем просто актер, который снимается в популярном сериале. Именно поэтому, если у человека чего-то не хватает, либо харизмы, либо таланта, либо еще чего, то стать суперзвездой, даже снимаясь в суперхите, невозможно. Вопрос. У Тонера Алмеза есть девушка? Есть, и они очень давно уже вместе. Ее зовут Эджей Чешмиалу. Они снимались вместе в сериале «Великолепный век Кюсэм». Затем она снималась в сериале «Обещания». Сейчас она снимается в сериале «Неудержимые» на телеканале ТРТ-1. Не скажу, что она большая звезда, но у них очень милые, хорошие отношения, и Тонер с ней очень счастлив. Буквально на прошлой неделе была помолвка, очень скромная, естественно, в связи с вирусом, нельзя было пышно отпраздновать. И я думаю, в ближайшее время они уже поженятся. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим видео, и я буду пытаться найти на них ответы, хотя это не всегда получается. Мы встречаемся с вами по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч!